Один из старейших музеев области, Мценский краеведческий музей имени Соловьева, готовится к переезду в обновленное здание на улице Ленина, пока фонды располагаются в жилом помещении на первом этаже. Дом, в который переедет музей, возведен в начале 20 века. Это объект культурного наследия. В 2018 его передали учреждению культуры. В прошлом году стартовал капитальный ремонт. Провели демонтаж, аштукатурили стены, сделали натяжные и подвесные потолки. Сейчас второй этап ремонта. Сейчас музей находится в здании пятиэтажки, жилой, многоквартирный. Регулярно получаем проблемы от вышерасположенных жителей в виде заливов, портов и всего остального прочего. И на самом деле само территориальное расположение ныне действующего музея, оно неудобное. Оно возле рынка, совсем не связано с историческими памятью нашего города. У нас большой, обширный проект по воссозданию центральной исторической части города. В том числе музей. Он находится на улице Ленина, сменился подрядчик. Второй этап ремонта внутренней части музея. Мы сейчас работаем до конца года. Мы в любом случае отремонтируемся, но это будет гораздо раньше. У нас даже сейчас по федеральной программе выделено 5 миллионов рублей на приобретение экспозиционного оборудования, то есть селлажи и все остальное. Новое здание почти вдвое больше действующего музея. Площадь свыше 600 квадратных метров. Крыльевический музей хранит более 23 тысяч предметов фондовой экспозиции, поэтому условия здесь значительно более подходящие, хотя бы по количеству, по объему помещений, которые для этого предусмотрены. Данный капитальный ремонт у нас делается в рамках национального проекта культуры. В этом здании предусмотрено 6 залов, один из которых самый большой, в нем будет располагаться сразу несколько экспозиций. И будет рассказывать об истории города Мцинска от первых, так скажем, нот его появления на этой земле и до текущего момента. В 2022 году в Орловской области отремонтировали и оснастили 7 учреждений, модернизировали библиотеки по модельному стандарту, приобрели 6 автоклубов и открыли виртуальный концертный зал в Орле. О планах на этот год проинформировал в ходе инвестиционного послания Андрей Колычков. В 2023 году начнется строительство Баклановского дома культуры в Орловском муниципальном округе, капитальный ремонт дома культуры в Мценском районе и двух музеев. Планируется отремонтировать две детские школы искусств, оборудовать библиотеку по модельному стандарту. Второй в области виртуальный концертный зал появится в городе Ливне. Кроме того, регион активно участвует в новых инициативах Министерства культуры. В рамках проекта «Придумано в России» мы планируем открывать центры креативных индустрий, где каждый желающий сможет создавать прототип своего творческого продукта. Первая такая площадка открыта на базе Орловского института культуры. Наталья Пехтерева, Андрей Борисович, телеканал «Первый областный».